Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня небольшое развлекательное, а для жителей Израиля, рекламное видео. Как вы наверняка знаете, не так давно в Тель-Авиве прошел батл, аналогичный батлу российскому. Я уже рассказывал дважды про это мероприятие, словил один страйк, в общем, казалось бы, тема закрыта. Но не совсем. Дело в том, что под моим видео снова мелькнул Игорь Семченко, организатор того батла. Человек явно хочет немного попиариться, что ж дадим ему эту возможность. Казалось бы, довольно унылое мероприятие, гораздо слабее российского аналога. Однако кое-что серьезно отличает батл израильский от батла российского. Давайте немного посмотрим на то, как выглядит батл российский. Ну подожди, раз уж мы тебе наливали, то ты должен отрабатывать. Давайте расскажу в двух словах, кто сегодня в жюри. Вася Руденко, ЕБШ-шоу, барабанщик. Очень хороший человек, мой друг. Видеоблогер рассказывает людям, что такое жизнь. Видеоблогер. Странно, что вы всех набрали, да? Ура, Ивану! Я в свою блогерскую бытность участвовал на этих ваших мюзик-форумах, в этих ваших джемах, когда дают всем один минусяку, и надо на нее... Наверное, ну я вижу, что-то какие-то, как сказать, ноты от... Очень круто. Да! Скука, скупке, скуска. А теперь давайте послушаем фрагмент из батла израильского. Картинку показывать не буду, может это убережет от страйка. Говорит организатор и ведущий данного батла Игорь Семченко. Сам батл он ожидаемо проиграл, потому что играет, ну, так себе. Козлетоны, вялая атака, типичный сельский родсекер. Ну давайте послушаем. Я прошу прощения, что я так вылезаю, Фред. Мы искренне тебе благодарны, за что принимаешь участие. Но мне хотелось бы сказать несколько слов о жюри, потому что они так лучшие, что он нас искал и получил. Серега. Четыре альбома, ребята. Записать альбом в наше время, это гигантский труд, огромную усилию, за этому огромный успех. Они играли не раз за границей, это действительно гордо страшные стороны. Серега Литман работает со звуком, привозит интересные команды. Вообще, на самом деле, они так немножко поскромничали, а мне очень важно их представить. Ну, Фред просто с ними и так знаком. И Олег Феофарий, извини, старина, с тобой мы знакомы меньше всего. Но я о тебе очень много слышал, видел твои пластинки и тоже горжусь, что у нас в Израиле есть такой музыкант. Спасибо им огромное и пусть все будет чисто и пройдется меньше. Это начало, а вот что было в конце. Вам извини, старина, я не согласен с твоей победой, это было очень необъективно, можно называть как хотите, но мнение о суде, они могут засунуть себя в задницу. Вот, ребята, судьи, мне на ваше мнение абсолютно насрать. Я надеюсь, вы это слышите. Если у вас есть что сказать в моем лицо, я хочу, чтобы вы пришли, посмотрели мне в глаза. Серега, включи телефон, посмотри на меня, дружище. Спасибо за ваше свидетельство. Я могу вам суть готов сказать одно. Идите нахуй. Это все, что я буду сказать. Спасибо большое. И ваше мнение меня на него абсолютно насрать. Всего хорошего. Воу-воу, Игорян, полегче. Отхуесосил судей, которых вначале представил со всем уважением. Ну а теперь самое важное, то, что отличает батл израильский от батла российского, где мир, дружба, жвачка. Израильский батл это настоящий батл, точнее почти столым, причем в нем противостоят не только один гитарист, другому. А на нем возникло противостояние гитариста-организатора Игоря Семченко и одного из членов жюри. Сейчас вы услышите инсайдерскую голосовуху. О том, что произошло после батла. Голосовуха не поддельная. Я думаю, Игорь и сам может написать в комментариях, все ли было так. Голос изменен, дабы не палить автора. Откуда это? Там мне рассказывали, то, что на камере был, потом чуть пиздилов, кто не была на его феофаре. И Олег Феофарий, знаешь, такого? Охер есть, в общем. Тидесятилетний здоровый мужик. Хотел ему ебать, что чувствит его. Мы их разняли, короче. Прям там в баре. Хотел ему ебать, что чувствит его. Мы их разняли, короче. Вот это бляха-муха батл. Игорь организовал его, благополучно проиграл, обозлился, послал всех нах и чуть не получил по еблету после батла. Истинное шоу. Не так ли, дамы и господа? Насладимся еще раз. Я Олег Феофарий, извини, старина. С тобой мы знакомы меньше всего. Но я о тебе очень много слышал. Видно твои пластинки. И тоже горжусь, что у нас в Израиле есть такой музыкант. Спасибо им огромное. И пусть все будет чемпионат, любите длительность. Вот Феофарий, Олег Феофарий. Знаешь, такого? Охер есть, в общем. Тидесятилетний здоровый мужик. Хотел ему ебать, что чувствит. Мы их разняли, короче. Прям там в баре. Мнение о суде, они могут засунуть себя в задницу. Вот, ребята, судьи, мне на ваше мнение абсолютно насрать. Спасибо за ваше свидетельство. Я могу вам суть готов сказать одно. Идите нахуй. И ваше мнение на него абсолютно насрать. Всего хорошего. А теперь важная новость. Наш герой вскоре собирается организовать еще один батл. Ау-у-ух-уха. Как вам дизайн? Супер. Завразиться можно. Кто из Израиля? Милости прошу. И не расходитесь после. По окончании гитарной баталии вполне вероятно. Игорь устроит потасовку. Может даже с вами. Быть может он. А может ему кто-то рыло начистит. Вот это я понимаю батл. Вот это огонь. Всем добра, друзья. Ну а Игорю, пошел ты нахуй.